Вы смотрите программу «Губерния» и вот о чем расскажем. Основная причина, как бы, основная проблема, как у всех, это кадры. Текстильщики обсудили с губернатором проблемы развития отрасли и планы на будущее. Расскажем, какие меры поддержки сохранятся в 2023 году. Икона для раненого бойца от Ивановского художника. Я хотел бы передать икону. Дедушка, кому вы хотите передать икону? А вот парнишка тут недавно вернулся. Наш репортаж о необычной просьбе, ее исполнении и о самом герое. Второе и третье ранение уже я получил, вывозя утром раненых и погибших. Инспекции по крышам продолжаются. Фонд компремонта проверяет, как идет ремонт кровли. На этот раз в Шуе мы расскажем об этом, а также об алгоритме действий. Если вашему дому не повезло, его исключили из региональной программы. Пожар в ковид-госпитале, эвакуация пациентов и медперсонала. Расскажем, как прошли учения МЧС в больнице. Ивановские мозаики попали на открытки. Художественная галерея под открытым небом. Именно так можно назвать Иванова благодаря советским монументальным панно. Ну а также не пропустите увольнение и уволившиеся. Расскажем, почему покинули свои посты Татьяна Слабинская в Депздраве и начальник Кохомской колонии. Покажем фото с брутальной выставки, посвященной мужской красоте, принятию себя, своего тела и эмоциям. Об этом не только. Совсем скоро. Ну а теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Еще двое погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Сообщают о гибели Вячеслава Калачева, старшего прапорщика отдельного батальона связи 98-й дивизии ВДВ и командира отделения зенитно-ракетной батареи Виктора Бондарева. Сообщество ВДВ «Армия России» во ВКонтакте пишет, что был разбомблен госпиталь, где Вячеслав Владимирович Калачев обеспечивал связь. Там же рассказывают, что в июне 22-го года Министерство обороны отмечало храбрые действия Калачева, подразделение, в котором обеспечивал связь. Старший прапорщик попал под обстрел, были повреждены линии связи, устранялись они под минометным обстрелом, после чего удалось оперативно передать координаты мест расположения подразделений противника. Виктор Бондарев тоже проходил службу на территории Ивановского гарнизона. Он замком взвода, командир отделения зенитно-ракетной батареи. За проявленное мужество и героизм оба награждены орденами мужества посмертно. Губернатор выразил соболезнования и распорядился оказать необходимую помощь семьям военнослужащих. К другим темам. Как найти кадры, аналоги европейским станкам и заменить санкционное сырье. Текстильщики обсудили с губернатором проблемы развития отрасли и планы на будущее. Какие меры поддержки для этого бизнеса сохранятся в 2023 году, узнала Марина Зенина. Производство текстиля и одежды по-прежнему является основным на территории региона. Несмотря на санкции, ивановским предпринимателям удается наращивать обороты. Объем отгруженной в прошлом году продукции Лехпрома вырос на 27%. Мы удерживаем лидерские позиции в наших традиционных направлениях. 81% хлопчат бумажных тканей, 93% марли, я имею в виду всей страны. 78% постельного белья, 70% трикотажных тканей. 34 предприятия легкой промышленности выполняют гособоронзаказ. Знаю, что здесь никаких сбоев нет. На Минобороны в том числе работает фурмановское ткацкое предприятие «Русский дом». Как и на многих производствах, здесь главной проблемой остается нехватка кадров. И это несмотря на то, что за последние полтора года в области закрылось 5 фабрик. Мы работаем с двумя предприятиями, которые закрылись. Не знаю почему, но люди очень неохотно идут работать. Мы возим людей с одной из фабрики из Каминского, где закрылось предприятие. Планировали перевозить людей с Новописцова, с отделочной фабрики. К сожалению, почему-то непонятно. Люди очень неохотно идут. Не так давно «Русский дом» взял в лизинг 60 китайских станков. Предприятие пользуется 13% льготой по налогу на прибыль. Эта поддержка будет действовать и в этом году. Компания планирует закупить еще 120 машин в будущий цех. Льготным налогообложением пользуется и кинишемское швейное предприятие «ГАЛСПРОМ». В целом, Ивановский «ЛехПРОМ» является лидером по получению федеральных мер поддержки. На швейной фабрике «ГАЛС» активно решают проблемы, связанные с санкциями. У нас основная линия немецкое оборудование. Сейчас смотрим аналоги. Вот уже на той неделе закупили, на этой тоже смотрим китайские аналоги. Ну, вроде как по качеству неплохо пошил. Посмотрим, как на длительном промежутке времени оно себя поведет. В этом году сюда хотят взять 50 новых сотрудников. Планируют увеличить долю отечественного сырья и увеличить продажи. В том числе через маркетплейсы. Ивановская область третья в стране по объему онлайн-продаж. На совещании гендиректор попросил поддержки для участия в выставочных мероприятиях. Марина Зея, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Эвакуация в Ивановском ковид-госпитале. В среду МЧС проводила учения на базе клиники. Личный состав пожарно-спасательного гарнизона тренировался проводить аварийно-спасательные работы в больницах. По легенде учений, пожар возник в рентген-кабинете корпуса А3. К пожару привела неисправность электропроводки. Первоначально сработала пожарная сигнализация. Внимание! В здании пожар. Сразу после сотрудники больницы сообщили о возгорании пожарным и начали эвакуацию. Оперативно на место ЧП приехали пожарные подразделения. Уже на месте выяснили у администрации госпиталя возможные места, где распространяется огонь. И после чего были даны необходимые распоряжения. Команда приступила к тушению. Стальник пожар. Просьба покинуть стальник через ближайший выход. Как поясняет в МЧС, основная сложность тушения пожара на таком объекте – это лежачие больные, которые в случае возгорания самостоятельно не могут покинуть палаты и здания. После учения и работе подразделений была дана оценка. Всего на тушение условного очага пожара привлекалось 8 единиц техники, 30 человек личного состава. Личный состав Ивановского пожарного спасательного гарнизона с поставленной задачей справился. Сейчас хроника происшествия в нашем эфире. В среду рано утром в Лежневском районе произошло смертельное ДТП. Около половины седьмого у деревни Сабинова столкнулись легковушка и КАМАЗ. Как сообщили спасатели, прибыв на место аварии, они увидели, что у Рено практически отсутствовал моторный отсек, и одна из дверей висела на бампере КАМАЗа. Из легкового авто людей доставали с помощью гидравлических инструментов. Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Пассажирки Рено оказали первую помощь и отправили в госпиталь. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции. Накануне утром в Иванове на улице Победы горел автомобиль Ниссан. В МЧС с предварительной версией назвали короткое замыкание проводки под капотом. Горение ликвидировали быстро, выгорела машина на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет. В целом в МЧС подвели итоги работы за первый месяц 2023 года. В январе произошло 125 пожаров, в которых погибли 11 жителей Ивановской области. Травмы получили трое. Основные причины пожароопасных ситуаций – нарушение правил эксплуатации электро- и печного оборудования, поджоги и неосторожное обращение с огнем. Роман Саакиан уволен с должности начальника 5-й исправительной колонии в Кохме. Основанием для этого стали результаты служебной проверки. В отношении бывшего главы исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Ни в Следственном комитете, ни в областном управлении ФСИН ситуацию не комментируют. Известно, что приказ об увольнении был подписан в конце января. Сразу после этого фамилия Саакиана исчезла с официального сайта регионального управления службы исполнения наказаний. В отношении Романа Саакиана возбуждено уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий с корыстной или личной заинтересованностью». Служебная проверка в исправительной колонии 5 продолжается. Кохмскую колонию Саакиан возглавил в октябре 2021 года. Практически сразу после назначения разгорелся скандал. Родственники осужденных устроили пикет около областного управления ФСИН. Дело в том, что фамилия нового начальника фигурировала в истории с издевательствами над заключенными во Владимирской области. И якобы от Саакиана поступали угрозы в адрес представителей уже Ивановского спецконтингента. В колонию приезжали сотрудники прокуратуры и уполномоченные по правам человека. Скандал утих, а спустя полтора года новая история. Порядка 300 домов по области в этом году планируют отремонтировать фонд капитального ремонта. На 80 объектах работы уже идут. В среду специалисты фонда вышли с проверкой по нескольким адресам, где сейчас меняют кровлю. На этот раз в Шуе. Вместе с инспекцией отправилась и наша съемочная группа. Справляются ли подрядчики, расскажет Алина Марчева. Вместе с инспекцией мы приехали в Шуе. Это третья северная улица. По ремонту кровли здесь бьют рекорды. Ведь работы начались только 26 января. Идут с опережением и через 2-3 недели уже хотят закончить. Заменили всю стропильную систему. Оборудовали снегозадержатели. Сейчас обшивают трубы металлом. Наша следующая точка – Первая Московская улица. Но этой крыше 80 лет. Она была возведена в 43-м и за это время также не видела капитального ремонта. Площадь внушительная – 1200 квадратных метров. Но в отличие от предыдущего объекта, здесь работы на начальном этапе выполнены только на 25%. Выполнен демонтаж старого железа. Отремонтировали деревянный каркас и установили обрешетку. Рабочие укладываются в график. Хотя есть сложности, которые замедляют работу. Но с ними справляются. Сложности – это аварийное состояние непосредственно деревянного каркаса. То есть гнилые стропилы, гнилой морлат. Все это в связи с тем, что долго топило эту крышу. Протечки, промочки. Сначала инспекция обходит придомовую территорию. Проверяет, есть ли объявления, предупреждающие о начале ремонта. Смотрят, как складируют строительный мусор и вовремя ли его вывозят. После поднимаются уже на крышу и оценивают ход работ. На втором адресе нарушения все-таки нашли, но несущественные. На подкройной пленке там уже залежи снега и льда находятся. То есть их надо очищать, чтобы пленка там не провисла, не порвалась. Ну и тем более эти работы надо обязательно выполнить до монтажа профнастила, покрытия. Замечаний по ремонту крыши на 3-й Северной улице нет. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс». Что же делать, если ваш дом исключили из программы капремонта? Решений на самом деле немного, вот самое простое и бесперспективное. Все ранее собранные деньги, за исключением потраченных на обследование, возвращаются жителям на спецсчета. И каждый решает сам, как ими распоряжаться. А есть ли шанс вернуться в программу? Да, но для начала разберемся с причинами исключения. Во-первых, дом может выпасть из программы, если собранной жителем суммы не хватает на ремонт. К примеру, сначала по проектно-сметной документации на дом требовалось 5 миллионов рублей. Но спустя несколько лет цифра выросла и превышает предельную стоимость. И порой в несколько раз. В этом случае жителям следует обратиться в фонд, чтобы узнать, насколько велика недостающая сумма и уже после этого решить, могут ли они ее дособрать. Если да, то поздравляем, вы снова в программе. На общедомовом собрании собственники могут даже поднять размер взноса за капремонт, чтобы ускорить этот процесс. Сейчас плата, напомню, составляет 8 рублей 50 копеек. Вторая причина исключения – это износ дома в целом более 70%. Оценивается состояние крыши, фасада, фундамента, перекрытия и несущих стен. В этом случае судьбу постройки будут решать органы местного самоуправления. Вариантов тут немного. Это либо реконструкция, либо снос и, соответственно, расселение жильцов. Здесь может помочь уже управляющая компания. Управляющие компании, которые несут ответственность за обслуживание данных домов, при проведении определенных работ в рамках текущего ремонта, они улучшают тем самым конструктивы зданий. Процент износа, соответственно, понижается. И в таком случае дома могут вернуться обратно в капитальный ремонт. Впереди короткая реклама. И вот о чем расскажем далее. Икона для раненого бойца от Ивановского художника. Я хотел бы передать икону. Дедушка, кому вы хотите передать икону? А вот парнишка тут недавно вернулся. Наш репортаж о необычной просьбе, ее исполнении и о самом герое. Второе и третье ранение уже я получил, вывозя утром раненых и погибших. Ивановские мозаики попали на открытки. Художественная галерея под открытым небом. Именно так можно назвать Иваново благодаря советским монументальным панно. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Это новости губернии и мы продолжаем. Во вторник был последний рабочий день сотрудника департамента здравоохранения Татьяны Слабинской. С апреля прошлого года она исполняла обязанности директора департамента. Татьяна Слабинская возглавляла департамент здравоохранения до августа 2022 года. Временно ей пришлось сесть в директорское кресло начальника облздрава после того, как в апреле 22-го был арестован Артур Фокин. Уже в августе исполняющей обязанности руководителя департамента была назначена Светлана Москвина. Татьяна Владимировна уволилась по собственному желанию. До апреля прошлого года она в качестве заместителя директора курировала вопросы детской медицины. Был ли у нее конфликт с руководством департамента, неизвестно. Кто займет ее место в облздраве, пока не разглашает, но кандидатура, по нашим сведениям, определена. Мы связались по телефону с Татьяной Слабинской. На вопрос, где она планирует продолжить карьеру врача, ответила, что пока отдохнет. Татьяна Владимировна в здравоохранении работает 20 лет. Икона в бисере для раненого бойца. В службу уполномоченного по правам человека Ивановской области обратился художник Леонид Сидоренко. Он попросил передать одному из военнослужащих, которые сейчас проходят реабилитацию, собственноручно изготовленную икону спаса нерукотворного. О герое из луха, награжденном медалью за отвагу, он услышал случайно. Эта необычная просьба была исполнена. К сожалению, моим коллегам не удалось пока что встретиться с самобытным мастером. Леонид Сидоренко заболел. Наш репортаж о Руслане Хамутаеве, которому и был предназначен образ святого. Они сегодня звонили, говорили, что все у нас хорошо, все у нас хватает, все у нас в достатке. Главное, конечно, сейчас среди гуманитарной помощи это требуются стельки и носки, потому что они как самый такой расходный материал. И времени там стирать, и на это ничего нет. Последние месяцы Руслан Хамутаев проводит дни в школах. Не только в Лухе, но и в других районах. Сейчас вот в Ротниках. В рамках тех самых разговоров о важном учит правилам безопасности в интернете, рассказывает о спецоперации, о героях Ивановской области, о сослуживцах. Отвечает на вопросы. Сам Руслан сейчас проходит реабилитацию после ранений. Я лежал дома, потом понял, что сойду с ума. Это нечего делать. Нужно за что-то браться, придумывать какие-то занятия, дела. Единственное, что я сделал, это, наверное, самый правильный выбор в моей жизни. Это помочь нашим детям. И я по максимуму отдаю свое время. С восьми утра до шести вечера я провожу занятия с детьми. В каждой школе это по пять, по шесть классов. И мне не тяжело, лишь бы это ценилось. Для них это было важно, интересно. Неудивительно, говорит мама Руслана, Елена. Он и в школе, в старших классах был окружен детьми. Был для них и наставником, и старшим другом. Зовут его Войнушку играть. Там он сходит на футбол, куда-то на каток. У них нет автоматов или чего-то. Он сходит, выпилит им из лобзика, пойдет играть с ними. То есть он до такой степени в этих детях растворяется. То есть он играет как за настоящий. То есть просто разницы нет никакой, что он с первым классом играет, что это. О службе именно в десантных войсках Руслан мечтал с детства. С первой попытки не поступил в Рязанское училище. В гражданский вуз не захотел. Стал ждать 18 лет, чтобы уйти в армию. Учился он очень хорошо. Особенно технические науки ему очень легко дались. Он мог бы поступить и другую. Большую роль, конечно, и семейная обстановка. Без этого не бывает. От воспитания зависит. Патриотизм. Это все в доме дается. А дома были исторические военные фильмы, книги, занятия в юной армии. Отец, прошедший службу в ВДВ и защищавший Дагестан от боевиков в конце 90-х. В составе десантно-штурмовой бригады. Вот эту книгу Руслан, он сам читал. Он читать не мог. Он листал, сам слова придумал. Когда мы сказки рассказывали, он говорит, нет, не хочу сказки, давайте вы мне вот это читайте. И вот с четырех лет он ее все рассказывал, не читая по всем картинкам. Он все-все-все расскажет, перескажет. То есть вот эти все приемы, неприемы. И вы эту книгу ему давали с собой в командировку? Да, да, я ее хранила. И вот я ему дала, написала, говорит, табирики. То есть как бы вот это его настольная книга с пяти лет. После армии Руслан заключил контракт. И вот уже восемь лет служит 98-й дивизии. За плечами две командировки в Сирию. В специальной военной операции принимал участие с первых дней. Я там был вплоть до ранения. Это было на Харьковском направлении, за Изюмом. Вот, так сказать, у нас тогда неудачно мы попали в зону нашего, так сказать, соприкосновения с противником. Вот, было очень много раненых. Было много погибших. Вот, как раз ранение получил я в ту ночь. Это было вечером 22-го числа. Я вместе с механиком получил ранение. Но позиции нельзя было вставлять. Второе и третье ранение уже получил, вывозя утром ранение. Раненых и погибших. Вертолетом Руслана вывезли из-под Изюма в госпиталь в Белгород. Потом были Воронежский госпиталь, Ивановский, Вишневского в Подмосковье. На лечение и реабилитации младший сержант уже более полугода. Процесс, да, говорят, длительный. Но я надеюсь, что вскоре восстановление это пройдет быстро. Потому что мне как бы помогают и в мотивации, и в стремлении. И как бы желанием горю. Все равно и мальчишки оттуда звонят. Говорят, хватит там загорать, хорош на отдыхе. Давай, нам нужна поддержка, приезжай. Поэтому стремление вызвать быстрее – это колоссальное. В ноябре Руслану Хамутаеву вручили медаль за отвагу. Наверное, тогда и услышал о младшем сержанте из Луха художник Леонид Сидоренко. Мастер создает иконы из бисера. Чтобы найти бойца, позвонил в службу уполномоченного по правам человека. Я хотел бы передать икону. Дедушка, кому вы хотите передать икону? А вот парнишка тут недавно вернулся. Я знаю, что он был ранен. Долго, в общем-то, приходил в себя. Лечение было длительно. А сейчас смотрю, он уже сам помогает. Волонтере. Образ спасания рукотворного будет хранить семью, верит Руслан. Он хотел лично поблагодарить художника. И ждет его выздоровления. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС. Десять ивановских мозаик из графита запечатлели на открытках. Экземпляры уже улетели в Москву, Санкт-Петербург и Тверь. Приобретают открытки не только для их прямого назначения, но и для личной коллекции. С идейным вдохновителем задумки встретилась моя коллега Яна Ведерникова. Ивановские мозаики попали на открытки. Художественная галерея под открытым небом именно так можно назвать Иваново благодаря советским монументальным панно. Мозаики, рельефы, чеканки украшают фасады домов, фабрик, гостиниц и многих других зданий. В их создании участвовали как неизвестные художники, так и выдающиеся мастера. Например, Константин Фролов, Марк Малютин и Евгений Грибов. Идея создать такие открытки не новая. Более года она пролежала на дальней полочке. Сдуть с нее пыль решила Елизавета, которая недавно стала координатором Ивановского культурного патруля. Открытки – первый шаг к созданию собственной сувенирной продукции из Иваново. Начали с того, что запечатлели мозаику. В нашем городе есть проблема. Многие из них ветшают, многие теряются, многие пропадают. И поэтому мы решили привлечь внимание к ним таким образом. Также была история, что мозаику на площади революции «Владыка мира труд» хотели закрыть торговыми рядами. И, соответственно, одна из наших открыток – это «Владыка мира труд». В серии 10 открыток выбрали наиболее интересные, в то же время не примелькавшиеся работы. Среди них из графита на 82-м доме на улице Куконковых, посвященное дружбе с узбекским народом. Найти открытки можно в музейно-выставочном центре художественном и музее имени Бурылина. В планах расширить географию их распространения и продолжить выпуск. Музей Бурылина, они очень быстро разошлись. Многие берут их себе в частную коллекцию, потому что открытка – это хороший способ что-то небольшое заколлекционировать. Также их берут в подарок, их берут как сувенир. И также по прямому назначению их отправляют по почте своим друзьям, родственникам, знакомым, коллегам. Открытки улетели в Москву, Санкт-Петербург и Тверь. На обороте авторы разместили информацию о панно – название, расположение, дату создания и имя автора. Мозаика образования на фасаде бывшего института совершенствования учителей появилась не раньше 1974 года. Ее автор – народный художник России Евгений Грибов. Он же вместе с Марком Малютином участвовал в создании масштабных панно на вокзальной площади. Яна Ведерникова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В галерее «Артхаб» в Иванове открылась фотовыставка, посвященная мужчинам. Ее автор – 22-летняя фотограф и модель Влада Вотрина. «Ты мужчина» – это выставка, собранная из более чем 70 работ. Она посвящена мужской красоте, принятию себя, своего тела и эмоций. Мне нравятся тела мужчин, и неважно, как они выглядят, в каком они телосложении и с каким характером, потому что каждый мужчина прекрасен по-своему. Мы приводим на международные какие-то релоки, то, что мужчина – это козел, абьюзер и остальные выражения. Но это же все зависит от нашего восприятия мира, здесь тоже есть восприятие мира. И как мы видим этот мир, такие мужчины к нам, в принципе, приходят. Организаторы говорят, что тематику выставки поддержали психологи, и в рамках работы мужской фотоэкспозиции со специалистами будут проведены два семинара. О роли мужчины в современном обществе, а также о взаимодействии тела и чувств. В ближайшую субботу в галерее будут рисовать с обнаженной мужской натуры, а еще в рамках работы выставки будет разыграна фотосессия от ее автора Влады Вотриной. Посетить экспозицию о мужчинах можно до 19 февраля. И впереди новости синоптиков, расскажем о погоде. Надоело щуриться и носить очки? Спеши в Астромед! Всем студентам скидка 10% на лазерную коррекцию зрения. Телефон 95-22-95. В четверг в нашем регионе ожидается пасмурная погода, снег. Температура воздуха днем 1,3 градуса ниже нуля. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. По прогнозам синоптиков, осадка задержится в регионе до конца недели. А на выходных нас ждет небольшое похолодание. К этому часу все. Текстовые фото и видеосообщения в нашу редакцию отправляйте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем уже в 20 часов 30 минут. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова